Девушки отдыхают Солидарность? Нет. Сплетни? В топку сплетни. Главное шмотки. Шмотки, шмотки, шмотки. Может, хватит уже? Нет, ведь мы прокачаем всех ваших, ну, таких себе подруг, соседок и даже сестер. А для этого нужны шмотки, и мы знаем, где их взять. В эфире тетки и шмотки. Вперед! Переделывать ваших подружек мы будем не одни. Нам помогают лучшие специалисты в мире моды. Стилисты, визажисты, парикмахеры и, конечно же, дизайнеры. Сегодня с нами работает дизайнер Маша Вех и стилист Настя Степула. Здесь преподавал Академик Королев и протирал свои штаны Олег Скрипка. Здесь все живут по закону Фрадея и свято верят в неопределенность Гейзенберга. Что страшно? Ах, и правильно, потому что мы находимся в КПИ. Именно здесь учится наша первая героиня Марина. Привет, меня зовут Юля. У меня есть подруга Марина, она учится в КПИ, в группе с одними парнями. Мне Марину очень нравится, но так как она одевается не очень. Не красится, не следит за собой, а ее одежда – это вообще тихий ужас. Я люблю одевать джинсы, кофты, маечки. У меня их целых 28 штук, недавно пересчитала. Я бы хотел видеть в юбках, в платьях, на каблуках. Не мешало бы накраситься иногда. Лично мне нравится, как я выгляжу. Так комфортно, и я чувствую себя просто замечательно. В общем, думаю, если бы была немного более женственная, было бы круто. Помогите превратить ее из обычной студентки в красивую девушку. У Марины сейчас лекция по материаловедению. И мы сейчас ее собираемся забрать прямо с пары. Сегодня у нас новая тема. Тема очень интересная, но требует устичивости и знаний. На следующей неделе у нас будет зачет. Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. А что, собственно, случилось? Оксана Николаевна, мы хотим забрать, попросить, чтобы вы отпустили свою студентку, Марину Компель. Есть у вас такая? Ну, Компель. Марина Компель есть? Да. Вставай. А что такое? Дело в том, что на Марину поступила достаточно серьезная жалоба. Но вы не волнуйтесь, мы решим все за один денек. И вернем вам Марину в лучшем виде. Отпустите. Ну, если вы вернете в лучшем виде. Я не понял даже. Что за проблемой тут вообще творится? Я не думаю, что там что-то плохое. Ну, привет. Привет. Спасибо большое, Саня Николаевна. Мы тебе сейчас все объясним, не переживай. Извините, ради бога. Спасибо. Счастливо. Все хорошо, ребята. На тебя пожаловалась твоя подружка Юля. У тебя такой, как ты должна выглядеть. Потому что ты достойна совсем другого внешнего вида. Замечательно. Ну что, показывай, где ты живешь теперь. Поехали. Вот, проходите. Это моя комната. Сколько игрушек. Тут мы живем с младшей сестрой. Вот мои, как бы, любимые вещи висят здесь. Как бы любимые? Как бы любимые. А на самом деле, по чесноку у любимых много? Ну, по чесноку немного. Покажи самые-самые. Из разряда парадных это тоже. Из зала, что вытащить. Ах, а что здесь, кошечка? Да. Это так вот, праздник, день рождения, можно выйти. Нельзя выйти. Объясним, почему у стилиста. О-о-о, я же мой, как не... Я не буду комментировать больше. Я так надеялась, что перед нами будет скромная студентка в джинсах и футболках. Но нет, все не так тривиально. Вот штаны у меня как раз под красную кофточку. Ну, вообще, у тебя красный цвет идет. Это видно сразу. Простые, без никаких опознавательных знаков. Мне кажется, что эти брюки слишком обтягивают твою фигуру. Ну, а юбки у тебя есть? Да, аж две. М-м-м, аж две. Вот, есть ярко-розовая. Ой, Марина. Это не шестеренки точно? Нет, нет, не туда. Ты действительно это не попутала? Нет. Мне страшно представить, если честно, Марину в такой длине. Я боюсь надевать эту юбку у дизайна. А что там, в кулачке? Ты шутишь. Тут юбка. Ты шутишь. Это твоя юбка. И ты девушка, которая учится на РТФ. Носит вот такие юбки. Нет, не ношу. Я хожу в джинсах там. Ее тоже можно носить и вечером, и под балетки. Красиво. Действительно, как девочка, так вот миленько вышло. Это просто похоже на набедренную повязку для девушек, которые работают в ночных заведениях. Прости, по-моему. Это под ту кофточку. Это хорошо. Зато у меня есть большая стопка джинсов. Вот. Это только пятая часть. Это только лежат, лежат на лето и только на вечер куда-то. А джинсы каждый день. То есть даже не вылази из них. В общем, план дальше такой. Едем к дизайнеру, одеваем все это на тебя. Потом посмотрим, что делать, как с этим всем взлететь, как с этим всем покорить твоих парней. Так что бери все свое барахло и уходим. Настя, мы тебе привели суперумную девочку, которая учится на радиотехническом факультете в КПИ. Причем одна среди мальчиков. Мы это видели только что собственными глазами. Она староста в своей группе. Более того, Марина у нас занимается боксом. И, конечно же, это отразилось на ее манере одеваться. Да ей все простительно. После этого факультета простить можно все. Но все равно здесь есть какие-то детали, которые мы простить не можем. Может быть, ты посмотришь со стороны на то, как одевается Марина. 28 пар маек. Вообще-то нужно девушке? Ну вот все равно нашли ведь юбки. И надеюсь, хоть они вам понравятся. На учебу, допустим, ты ходишь в таком виде или все-таки поприлечнее? Нет, в таком. Главное, что Марина хорошо учится. Ну а те юбки, про которые она тебе говорила, Настя, ты сейчас сама увидишь. По-моему, они очень даже хорошенькие. Я предвкушаю. Я уже очень долго предвкушаю. Куда ты это носишь и вообще почему ты это купила? Я даже не могу сказать вот сейчас, что я его хочу носить. Да, уже так быстро. А что смешного? Ведущие выглядели чрезвычайно смешно в моих нарядах. Но мне кажется, я выгляжу в них лучше. Мне вообще кажется, что Марина нас немножко обманула. У нее есть сестра, которая 10 лет. Мне кажется, что это юбочки ее сестры. Вот к лицу Марины, которая обезображена интеллектом, вот такие юбки, они абсолютно не вяжутся. Что ты одеваешь под эти юбки? Потому что я боюсь, что они просто какой-то критической длины. В принципе, ничего не одевала под них. Эти юбки, они выглядят просто неприлично за счет своих тканей, за счет этих силуэтов, за счет этих рюш. Они выглядят как пляжные юбочки на купальнике. В душе я все еще ребенок, поэтому я считаю, что такие вещи вполне приемлемы для меня. И не только на пляж. Можно выходить в этой юбке куда угодно, просто одеть розовую маечку. Своими особенностями фигуры, это в принципе противопоказанный фасон, рюши, которые добавляют объем именно в тех местах, в которых тебе нужно его убирать. А к моему внешнему виду у вас есть претензии? У тебя нету? У меня нету. Я люблю людей и женщин без комплексов, это хорошо. Но при этом согласитесь, что Марине в красном хорошо. Марине в красном хорошо, потому что Марина красивая девочка. Вот со спортивными брюками, которые в принципе замечательные брюки, но они для каких-то спортивных, скорее, выходов, чем на учебу, этот верх не подходит, потому что он из совершенно другой оперы. Почему так? По-моему, оно все красно-красно гармонично смотрится. Марин, ну ты-то веришь в то, что мы, вот наша троица, сделает из тебя настоящую модную красотку, которая просто свалит всех ребят на повал? Я надеюсь. Главное, чтобы ты всерьез восприняла какие-то галочки, которые мы сейчас тебе поставили, и обратила на них внимание впредь, когда ты будешь выбирать себе одежду. А одежду мы будем выбирать в магазине, где есть громадный выбор, поэтому я предлагаю сейчас туда и отправиться. Поехали. Я вижу в ней, конечно же, вот эту неприкрытую женственность, которую необходимо хорошо подчеркнуть. Марине идут насыщенные, яркие, густые цвета, красные, зеленые, смородиновые. Вот в этом спектре я и буду работать, подыскивая для нее платье. Здесь масса разных вещей, всяких цветов, не только платья, но и брюки, юбки. Выбор богат, поэтому осталось только определиться. Я прошу тебя отойти только от любимого спортивного стиля, немножко подумать о женственности и помнить все те рекомендации, которые мы с тобой уже обсуждали раньше. Я постараюсь. Ну что, на поиски? Давай. На поиски платья. Так, я вижу люрекс, я вижу джинсы. Что-то мне подсказывает, что это выбор. Марина. Я решила пойти против системы. То есть я знала, что они будут выбирать что-то такое более женственное. Поэтому думаю, ну, я выберу все-таки то, что понравится мне. Единорог прекрасен. Я даже буду себе представить, как эта вещь будет на тебе сидеть. Тебя после появления в этой футболке будут называть единорогом. Я предлагаю это померить просто для того, чтобы посмотреть какой-то ужас. Так, конечно. Я решила поэкспериментировать немного и показать Марине, что джинсы могут быть уместны на ее фигуре и с другими вещами. Джинсы – это хорошо, мне уже нравится. Ну, а что по поводу всего остального ты скажешь? Мне не хватает какой-то женщины или единорога. Ну, Марина, если ты скажешь, что и на этом платье тебе не хватает женщины или единорога, я тебя совсем не пойму. Что скажешь? У меня три минуса к этому платью. Во-первых, это платье. Во-вторых, оно похоже на платье моей бабушки. И в-третьих, мне не нравится эта волосатая вот штука. Три замечания от меня к тебе. Во-первых, твоя бабушка очень модная. Во-вторых, это не волосатое украшение, это нить. И в-третьих, тебе будет красиво. Я предлагаю тебе померить юбку и дополнить ее таким джемпером. Почему ты так сконфужена? Не могу понять. Он такой зеленый. Ну, этот зеленый так тебе идет. Давайте мерить и посмотрим. Он такой зеленый. Единорог оказался в этом комплекте самым чем-то примечательным и замечательным. Кроме как на единорога, не на что смотреть. Тебя нет, понимаешь? Очень нравятся джинсы, ну, так как они такие же, как и мои все остальные. Только тут еще есть крылышки. Вообще не твой вариант. Тебе очень некрасиво. Они тебя очень портят. Да, вот теперь мы точно должны понимать, какие джинсы стоит оставить у тебя в кардеробе. Каких стоит забыть. Иди переодевайся. Учитывая, что эти джинсы точно так же тебя обтягивают, да, но у тебя нету такого перекоса страшного с бедра к колену, и за счет цвета эти джинсы смотрятся более элегантно. Ну, я чувствую себя вот не очень как-то. Цвета такая вот комбинация странная, прям как светофор. Я не видела синих светофоров, извини, но желтый, зеленый, красный, да, но синего нет. Фигура очень красивая, да. Кто бы мог подумать, да, что тут такие линии скрытые. Да. Ох, какая стройняшка ты. Ага, да, это что-то новенькое. Совсем другой силуэт. Юбка. Но в то же время твой любимый спорт. Юбочка не очень удобная, правда, но, по-моему, очень дальше стильно смотрится. Эта обувь не полнит твои ноги, юбка не перерезает колени. Мне очень нравится сочетание цветов. А мне нравится то, что у тебя глаза теперь стали не голубыми, а, по-моему, зелеными, верно? Иди переодевайся. Сколько трагизма в лице. Да, такая скорбь. Что случилось, кто умер? Все умерли. Все мои надежды умерли. Это было очень неуютно. Вот само такое внутреннее ощущение, что это не мое, у меня в нем некрасиво, это ужасно. Но тебе так здорово в этом платье, с этим поясом, с этими туфлями. Вот ты очень красиво выглядишь. Невероятно подчеркивает твою грудь, твою тонкую талию, это всегда бонус. Да, ты такая, знаешь, как будто бы из открыток 30-х, 40-х годов. Когда Марина явилась перед нами в этом сливовом платье, я сразу же поняла, что она же похожа на Диту Фонти. Вот не хватает мне прически, стилизованной под те времена, да? Так что едем сейчас за дополнениями в салон красоты. Марин, мы сейчас находимся в настоящем доме волос. Салон называется Hair House. И Оксана должна справиться с этим, я думаю, не одним килограммом волос, которые ты себе отрастила. Волосы классные, да? Да, поработать есть над чем. Мы уже видим, какой должна быть Марина. Марина еще не совсем понимает, что она получит в результате, но мы надеемся, что она останется довольна. Что случилось? Что? Что такое? Марина не переживай, ты находишься в доме волос, и твои волосы приобретут новую жизнь. Буквально считанные секунды остались до того момента, как Оксана начнет над тобой колдовать. Все, молись давай всем богам, которых знаешь. М? Как на карусели какой-то, как с парашютом прыгает. Мы с Василисой будем держать за тебя кулаки. Хотя на самом деле причин для волнения нет, потому что Оксана вот такой мастер. Открыть свои кулаки, расслабь. Все, удачи вам. Спасибо. Что, Марина, посмотри на себя в зеркало и запомни себя. Ты увидишь уже себя совершенно другой. Мы нанесли прозрачный фарфоровый тон. Который максимально добавил натуральности образу. И с помощью стрелок в стиле 40-х годов мы подчеркнули красивый разрез глаз Марины. Также была использована помада насыщенного винного цвета, которая добавила образу драматичности. Да ладно! Не может быть! Теперь держите меня! Ты еще, правда, платье говорила, что он у бабушкина. Вот сейчас ты посмотришь на себя, бабушка. Боже мой, этот мотивир же сделали маникюр. Я очень хочу, чтобы ты себя увидела. Готова? Оксана, поворачивайте. Спасибо, Оксана, спасибо! Круто, круто, круто! Это... Ого! Вообще вот себя просто не узнать. Очень похоже на какую-то белоснежку. Вот из сказки прям так вот. Класска классный, макияж классный. И даже тени подходят под платьицы. Все, мне все нравится. И даже платьица! Да, и даже платьица! Вот как раз история с Мариной, это история про то, как одно единственное платье может перевернуть жизнь человека. Ты сейчас настолько вот влилась в этот образ, что вот я уже дитафантиза. Классно, классно, классно. Институт КПИ всякое видал, но такого у них точно не было. Вот как раз найдем тебе 7 гномов. Сколько у вас в группе, ребят? 11. Ну, у тебя будет 11 гномов. Поехали? Поехали. Во мне сейчас просто гордость выше крыши. Гордость за себя, за свой внешний вид в первую очередь. И вот за то, что я все-таки смогла это пережить. Я думаю, Марина придет с кучерями и волосами в длинном платье, в таком бальном, возможно. Я уверена, что Марина пополнит ряды блондинок, станет такой же светлой, мягкой и розовой. Марина очень смелая девчонка, поэтому я думаю, она согласится даже на ирокез. Она придет на больших каблуках, в красивей юбке и будет блондинкой, потому что я очень хороша блондинка. Добрый вечер, ребята. Как много вас. Спасибо большое, что вы нас дождались. Спасибо большое, Оксана Николаевна, что задержались на целый день. Здесь не только одногруппники Марины, но и ее друзья. Ребята, у нас был сегодня вот такой день. Очень насыщенный. Вы помните, мы забрали Марину прямо с парой, с материаловедения, а потом с Василисой поняли, что у нас у самих материалов в руках более чем достойный. Вы сами не думали, что она будет лучше, чем голливудская кое-кто? Ребята всегда тянутся красивым, ухоженным девушкам. Именно такой вы увидите сейчас свою Марину. Поддержите ее своими аплодисментами. Марина, заходи. Давай, Марина. Это она. Вы можете спускаться и обнимать ее. Печать свою подружку. Спасибо, ребята. Я вижу Марину на лекциях каждый день. Она постоянно в джинсах, в кроссовках. Но когда я увидела ее платье, мне очень понравилось. Это были перемены, конечно, кардинальные. Классно вообще. Спасибо. Так как у нас в группе одни парни, я думаю, не очень будут рады видеть Марину каждый день в таком виде. Я думаю, не очень будут довольны. Молодец. Привет. Ты копия Дита Фанти, тебе сказали? Да, как-то узнала, что действительно похоже. Нет, это даже лучше. Я никогда не могла подумать, что за один день можно так кардинально изменить человека. Я видела глаза этих парней. Они просто пожирали ее своим взглядом. Сердце едко. Мальчик, это почти твои. Спасибо моей лучшей подруге за то, что она все-таки такое сделала со мной. Спасибо, спасибо. Теперь-то я точно покорю всех твоих парней. Я согласна, поделись. Ты очень красивая, ты настоящая принцесса. Дай я поцелую твою ручку. Очень сильная. Я планирую кардинально изменить свой гардероб. Мне ведущие показали, насколько это все классно, насколько мои вещи были неактуальны, вот неподходящие ко мне. Я поняла, насколько приятно и красиво быть в жизни такой всегда. Наконец-то Марина развела, как настоящая роза в окружении кактусов. Ну а нам пора наведаться к ее подруге Николь, которая еще только мечтает о новых платьях и модной прическе. Интересно, чем занимается девушка с таким необычным именем? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok